друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал булгаков play мы продолжаем проходить дети как тихий тихий город проходить эту игру не знаю проходить не проходить первая серия мягко пока меня не впечатлило но мы продолжаем 2 глава у нас рогатка которую дал мне папа резинка на ней порвалась и больше я рогаткой не пользовалась папа сказал что собирается починить и получена сломанная рогатка так одевайся оденусь позже сия сейчас я хочу есть позвольте представить тряпочка сдувшийся мячик который я оставлю здесь пока мне не придется упирать в комнате так постелься надо заправлять я не лягу обратно в кровать если не буду спать не будет кошмаров так но мы это же видели это косик мой кот он доставляет массу проблем отсюда можно увидеть лес так это мы все видели окей тут открыто закрыто пошли значит есть ты готовлюсь постой почему ты еще не одета поторопись нам так много нужно сделать иди наверх и оденься поскорее ох ей забыл что сегодня праздник урожая тишь тишь близ рассказал одевайся ты дурень ах ты гаденыш я не хочу с тобой сейчас играть что он делал у меня в ящике прятался может быть он это и может это на выплате не зла и и и и и и и и и записка вот список дел на сегодня мы пойдем с мамой говорить солнышко на столе лежит список покупок давай по порядку сначала пекарь он в последнее время немного рассеян проследи чтобы он отложил для нас немного хлеба список получен хлеб грибы овощи вода целую но пошли нам нужно рогатку починить вот привет солнышко а это ты люся как дела мне нужно сбегать по маминам поручениям не хочешь со мной я бы рада но жду плотника мне нужно взять у него кое-что для моей мамы а ясно она выглядит грустный а что за курица и ты что спишь повезло тебе что собаки плотника здесь сегодня нет такой плотник брать образе штаны кит я помню что когда была маленькая ты играл с одеждой вывешенные на просушку сейчас я конечно слишком большая для этого но этот реку она может не пригодится я думаю что на меня кто-то не будет за это рассердится лучше на трико у меня есть некоторые предметы можно объединять да я понял ой ну да ну конечно давай с чем его объединить может быть может быть а право я нажал правой кнопкой рогатка так окей позвоним никогда не надоедает так окей пошли за хлебом пекарь же 1 так там а пекарь вот я вижу это кто плотник ты плотник ловится что-нибудь говори потише всю рыбу распугаешь вы обалдую вещь носитесь по площади сколько от вас шума что ловить рыбу невозможно вообще-то нам нельзя кричать так что о чем ты говоришь слишком громко ладно ладно бестолковый так а зачем мне рогатка ну ладно пока пока пусть будет там внизу что то есть вы получили наклейку это принадлежит луке фигурка охотника это не мусор я ее сохраню а сломанная игрушка о вот это вот что то здесь пропустили во дворе наверное так это возвращаться это пекарь это пропавший мальчик это просто куча соломы это пекарь но что он делает грустит ладно окей понятно дело что он рассеян видимо это его сын пропал так я мне нужно как-то заставить пекаря открыть его лавку нам нужен камень с тобой хм я помню эту тележку с самого раннего детства кажется я пару раз прятался в ней так здесь есть телескоп подзорная дроба а это все что у меня есть весь мой мир вы получили наклейку так я смотрю ну опять есть коллекция и будем собирать так соответственно мне нужно каким-то образом заставить тут есть еще что-нибудь получен коробка список дел хлеб грибы овощи вода а вкуснятина обожаю запах свежего хлеба но я тебе очевидно ответственно заявляю что нужно нужно так вкуснятина он смотрит на фотографию да ты что не может этого быть окей выходи я так понимаю нужен какой-нибудь камень не обязательно он сказал что типа начни с пекаря о синька ебать синька ты чего делаешь удар был отличный но теперь меч застрял на колокольне ого это довольно высоко угу священника нет так что я никак не могу вернуть мяч слушай братан если ты мне найдешь пару камней может быть сильный парфетра его сбросит нет даже не знаю о ведро полученное ведро это для воды же вот так список обновлен коробка коробкой пока тоже не понимаю петушара на этой доске люди прикрепляют объявления о пропавших людях иногда проходишь мимо на доске снова новое лицо поля пустые фермер рыбачит на реке но мы с тобой заодно фермер всегда запирает амбар но я легко могу забраться туда через окно подожди не надо лезть стой сюда можно только старшим ребятам это ведь не намного старше меня пройти может только самый смелый но я смелая ладно слушай понимаешь ты не можешь пройти потому что ты девочка а девочки постоянно на нас ябедничают на 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 это на тебе коробку так окей это все не подходит так этот не пускает тот не пускает так у нас есть рогатка вода тоже есть этому надо с мечом попасть на мне бы немножко вот он фермер понятно сейчас давай все пройдет посмотрим так это мать здравствуй люси как дела тебе что-нибудь нужно здравствуйте оливия мама просила меня зайти к вам ах да я обещала твоей маме овощи но к сожалению я не могу попасть в дом вышла на минутку а когда вернулась дверная ручка исчезла не знаю что и делать фрукты меня от них отделяет лишь крупкая ограда но сегодня я вас пощажу скажите спасибо что я не хочу чтобы мама мамина лучшая подруга на меня рассердилась так окей оливия с ручка понятно что делать пошли ну вроде понятно опять не возьмусь фермер всегда зол на нас он заслуживает всех розыгрышей которые мы ему устраиваем попу 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 а коробка тень нужно слушай братан а так пошли ладно во двор попробуем с колокольчика снять ручку о камнях этот источник перестал давать воду когда она нам нужна мы ходим колодцу ладно это я понял так у тебя все в порядке нет не все я беспокоюсь у рыжика и ребят могут быть проблемы я в этом уверена что они задумали на сей раз то есть не знаю они чем-то занимаются за амбаром но меня к себе не пускают они думают что я их выдам и да конечно если они заняты чем-то опасным я так и сделаю рыжик доставляет проблемы мама всегда говорит что если он продолжит так себя вести его заберут чудовища из-за него мы все будем в опасности а я не хочу а кто-нибудь еще знает нет я не уверена что они делают что-то неправильно если я позову взрослых ребята на меня разозлятся я просто не знаю что делать а что если я пойду может быть меня не пустят правда спасибо люси они ведь и мои друзья тоже я посмотрю что они задумали видимо не посмотришь короче логики никакой решил попробовать просто рогаткой без всяких каких-то камней мяч у меня вот это да люся ты заделала колокол давай еще раз а как же это круто ты прав вы получили ноту и вы закончили свою первую песню а это детская песня она пробуждает людях искренность и непосредственность попробуйте спеть ее синьки это что такое какой ужас у синьки от мыслей одни обрывки чтобы начать шить потяните за красную нить с одной из начальных точек проложите нить пройдя через все петли для пуговиц когда все пуговицы будут пришиты протяните нить через разорванную мысль чтобы они вновь стали целы пухи не понял а чё надо сделать шить типа пыль от правильно еще должно быть шита ну шил все понял все понял мне нужно какой-то из нить и сшить все эти наверно как то наверно как то так суда туда и отдельно нитью сшить синюю правильно вот так а потом типа вот сюда ваааа а а а а стоп а а а а а а а а Одной нитью все надо сшить Кошмар какой Сейчас опять порвется Он играет в мяч У него есть был друг Это они с омбаром Смеялись над ним Он разозлился И с толстенькой Знаешь Люся, мне не нравится это место с омбаром Мы играли как-то в прятки И я там рядом спрятался А потом я услышал ужасное рычание Я так перепугался Люся Не ходи туда одна Ладно Подожди А с кем мне ходить? Спасибо Люся, что вернула мне мяч Я не знал, что делать Пойдем к пекарю Мы ему сейчас в окно споем И сошьем ему тоже Оказывается, вон что нужно было сделать Так, поем Так, он плачет Опять порвалось Ну ешкин, макарешкин Сейчас сошьем Вот это А-а-а Нет, не а А-а-а А-а-а Я понял Тут еще заход имеет роль Так это не работает Это должно сверху тоже заходить Окей Ну, типа так Но не совсем так 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 Сюда Так тоже не работает Через больший круг А, во Блядь, сложные загадки Так Так, пекарь Ты что там, как? Так он плачет Или ребенок его плачет? Так мы нажимаем А-а Он думает о том, что его сын один в лесу Он пойдет, его спасет Нет Не спасет А, он пошел И испугался Понятно, что он не свой Что же я делаю? Я такой трус Я должен его искать А, Люся, что ты делаешь У меня на пороге Ну, я Конечно А как я мог забыть? Ты заказал хлеб Я сейчас вернусь Вот, держи Вот, держи Еще теплый Хлеб получен И вот, возьми еще конфету в качестве извинения, что пришлось дожидаться Получена конфета Конфету пацану отдадим Спасибо Так, значит, пекарня открыта Нет, Люся, пекарня будет закрыта до конца дня У меня есть одно очень важное дело Нам пора прощаться Куда вы идете? Я иду Я иду на поиски Луки В лес? Да нет Знаешь Вы с мамой готовитесь к празднику Я прав? Да Тогда иди Помоги ей Ты ей нужна А я к празднику вернусь До свидания, Люся Не вернется, но Сама виновата Зато хлеб получила, блять Пойдем пацану отдадим конфету Он нас пропустят за сарай Потом тоже пить надо Так На Эй, блестик Смотри, что у меня есть О, это мне? Да, вот возьми Ого, спасибо Лука всегда такие приносил Они очень вкусные Послушай, я за вами не шпионю Но расскажи, чем вы заняты? И почему за амбар? Ты что, правда веришь Роско с ним? Синьки? Ага — Верю. — Не думал, что ты такая трусиха. — Можешь думать, что хочешь, только скажи мне, чем вы заняты? — Хм, не знаю даже. Тогда и дай конфету. — Нет-нет, ладно, я расскажу, только никому не говори, ладно? — Мы просто играем в испытания на смелость. Остальные не хотят, чтобы тут кто-то что-то разнюхивал, но мне кажется, тебе тоже понравилось бы. — Испытание на смелость? — Ммм, ням-ням, как же вкусно. — Попробуй пробраться в амбар через окно, вон оттуда видно. — Потому что я правда не знаю, они сказали мне стоять здесь и сторожить, но я тоже хотел поиграть. — Давай-давай, проходи, я тебя не видел. — Туда или сюда? Он мне сказал через окно. — Похоже на запас еды на долгий срок. — Головка сыра, стоящая на боку на деревянной доске. — Только тронь и покатится. — Похоже на так, понятно. — Посмотреть. — Хм, они играют с тележкой, кажется это весело. — Ну и опасно тоже. — С колесами тележки что-то не так, они выглядят как-то странно. — С виду солома мягкая, но потом она забивается тебе в одежду и колется. — Рыжик, однако, настолько бедовый, что его это не остановит. — Галка и Черныш поддерживают Рыжика в его очередной опасной затее, как всегда. — Может, спеть им песню? — Нет, лучше не надо, я хочу, чтобы они меня не заметили. — Сблокировался. — Так, окей. — Кстати говоря, колесики-то, а, похоже на, точно, пропавшие дверные ручки, вот же гады, это из-за них Оливия не может попасть в дом. — Нужно найти способ вернуть ручку, или может сказать Оливия, но ребята меня возненавидят. — Сказать Оливии, погоди, ничего не будем говорить. — Сами решим вопрос. — Не ходи туда, Люся, а то они поймут, что это я тебя пропустил. — Так, что у нас есть, у нас есть конфеты, хлеб, может этого Синьку подговорить? — Спасибо, Люся, что вернула мне мяч, я не знал, что делал. — Так, Синьку не подговорить. — Так ты? — Фермер всегда зол на нас. — Так, может спеть ему? — Так, поймал огромную рыбину. — Я просто подрежу свою беготню. — О, ну ничего не разорвалось. — Так, тогда, чтобы не стучать на них, я пойду с белой брысой поговорю. — Ну что, узнал что-нибудь? — Да, беспокоиться не о чем, ничем таким опасным они не заняты, они просто глупые. — Хм, почему? — Расскажу тебе потом на празднике, а сейчас мне надо найти дверную ручку. — Эээ, ну ладно. — Так, дверная ручка у них там, мне каким-то чудесным образом нужно перевернуть и не стучать на них, да? — Мы же сидим в сарай. — А сюда нельзя залезть? — О, подожди. — Я понял. — Так, где... — Она же говорила про головку сыра, которая лежит на боку, и сейчас стоит электрон, и она покатится. — Так, окей. — Смотрим в окно. — Ха-ха. — Ха-ха. — Надеюсь, он не пострадал. — Эх, рогатка сломалась. — Лучше ничего маме не говорить. — Надо посмотреть, как там Рыжик. — Так, ручка валяется. — Ты в порядке, Рыжик? — Эй, ребята, у вас все хорошо? В смысле, чем это вы заняты? — А, Люся, привет. — Да, ничем особенным. — Ага, вообще ничем. — Точно, ничем. — Ну, пошли. — Есть, полученная дверная ручка. — Вот так, ручка у меня. — Они тут серьезно поработали. — Я думаю, что это опасное место. — Но, вроде бы, все в полном порядке. — Ну, вот и слышу, рычат. — Правда, мне все равно тут не нравится. — Эй. — Да куда ты... — Не нравится ей тут. — А мне что прикажешь делать? — Я хотел... — Ты скажешь, мне тут не нравится. — Что? — Что здесь случилось? — Получена наклейка. — Загадочные следы. — Так, мы идем по этому. — По порядочку. — Отлично. — Что тут случилось? — Хущники. — Тут, короче, ничего нельзя смотреть. — Петь не петь. — Ладно, пошли вернем ручку. — Получается, заберем овощи. — И получается, начнется этот праздник чего? — Ну, короче, праздник чего-то. — Так, на. — И давай мне сюда свои овощи. — О, прекрасно. — Ты нашла дверную ручку. — Подожди. — А меня здесь сейчас принесу овощи. — В смысле, заходи. — А вот это вот все дела. — Нет? — Не принято. — Вот свежие овощи для моей милой Люси. — В знак благодарности я добавила немного... — Ты мне помогла в очень... — А, немного. — В очень непростой ситуации. — Передай... — Передай привет маме от меня. — Слышь, дядь. — Так, получается, список... — Грибы. — Йо. — А грибы где? — А грибы у фермера. — Передай привет маме от меня. — Слышь, дядь? — Ммм... — Ммм... — Ммм... — Ммм... — Поля пустые, фермер рыбачит. — А мне нужно где-то найти грибы. — А грибы... — Очевидно, что растут в лесу. — Грибы, грибы, грибы. — А, ну здесь я... — Не вижу никаких... — Грибов. — Эмм... — Ну пойдем типа с этой поговорим. — И, может, дядь, росли. — Так, давай, чтобы далеко не ходить. — Мы сейчас поговорим с... — Тетушкой, которая... — Дала нам... — Слушай, грибы есть. — Ты такая умница, Люсь. — Спасибо тебе еще раз. — А грибы... — У меня все целиком. — Кот сыт, все нормально, окей. — Я так понимаю, что, если не сюжетный персонаж, то... — Вообще по фене. — Показывают их желание и все. — Окей... — А где же мне найти грибов? грибы грибы овощи вода давай по указателю посмотрю фермер нужен а фермеру чё надо он все а он рыбу хочет поймать может быть ему хлеба дать нет овощи ему нужен червяк тут птицы так я спасла твоих там рыжиков спасибо люси теперь мне спокойнее не чупить от твоего спокойнее мать червей надо вот рыба я подумал рыбу снять и насадить ему незаметно на крючок так там на площади птицы на площади птицы не говорит не то ну и в сарае если только это сейчас скажет опять про свою эту про свой мяч здесь нет грибов вот грибы же а гонки каких на пойдет получено грибы все список обновлен от скример я бы отвернулся что это было может быть просто птица но мне очень не нравится это место ну вот все сделал теперь пора домой мама меня ждет сумка с продуктами нормально мы собирали давай про это отдадим маме сумку с продуктами и посмотрим может быть на этом глава закончится вторая если она сейчас мама скажите еще делал то это что обойдется до следующей серии подождет ты все принесла отлично я тоже почти закончила ну что начнем подготовку да вы же без моей помощи нарежете грибы с хлебом о все праздник пошел люся раздай пожалуйста бутерброды когда закончишь можешь пойти поиграть с друзьями хорошо мам получим бутерброда кому них раздавать то пять штук вот вам он так и не появлялся да ага должно быть так и сидит запершись в подвале он даже свою лавку сегодня открывал он прекрасно знает что праздник урожая самое важное собрание жителей в году он доставил нам массу неприятностей закрыв лавку я думаю нам надо искать другого пекаря до разумная идея простите меня не хотите бутерброд на люсе спасибо так еще осталось 4 мы походим по спу по подслушиваем так а ну-ка держи и я целый день не могла попасть к себе в дом какой кошмар я так счастлива что люси ее нашла иначе я бы не успел подготовиться к празднику хотите бутерброд ох детка спасибо тебе большое девик дед тебе нужен бутерброды потом пишет и шпи вас на голодный желудок не хотите ли бутерброд о нет нет безусловно нет мне нужно быть очень осторожным в еде чтобы изжога не началась но спасибо тебе деточка ясно не за что так окей один один сэкономили простите хотите бутерброд смотри это же дочка элоиза элоиза наверно еще одна которая плевать на правил которые пропустят попусту тратит время на пение детка ты лучше больше своего сослушай он дело говорит к счастью они перевелись еще мужья вроде него да только жена его не знает что такое уважение игнорировать хули с ними спорить новый без бутербродов молодые люди так держи простите не хотите ли бутерброд давай спасибо кому еще один сама съешь песику кушай песик у меня для тебя кое-что есть щенок сладких снов вы получили наклейку конечно добрые дела вот видишь ачивочка таким стыриком блять вонючим отдавать окей так друзья могу с вами играть наконец-то наступил вечер я весь день помогала маме готовить ведь очень хорошо готовишь да я не люблю готовить но много помогая маме когда-нибудь сделаешь что-то для меня ну да я могла бы испечь для тебя торт здорово так хочется попробовать с вами по всеми говорить я приду поиграть как освобожусь хорошо до встречи от родителей же отпроситься умница люси теперь иди поиграй с друзьями с сохранение если как следует прислушаться то можно услышать бульканье чудовище что живет в колодце ага я уверен это у тебя в животе урчит нет там никакого чудовища прекрати рыжик меня и этот рассказ очень напугал давай расскажи нам свою историю раз уж ты такой смелый отдал мне есть отличная история но сначала я хочу послушать кого-нибудь из вас девчонок давай галка твоя очередь я мне нечего рассказать я не тратить свое время на придумывание каких-то историй солнышко тогда давай ты но страшные истории страшные да ладно я расскажу о интересном послушаем спасибо люси подумал про себя солнышко что ж эта история о рыжем тимми давным-давно еще до нашего рождения жил в деревне мальчик по имени тимми это был маленький рыжеволосый озорник ему очень нравилось делать всякие пакости и играть в прятки и сапожная мастерская кладбище на кладбище однажды могильщик которому надоело что тимми вечно ошивается где-то поблизости решил разместить пугало 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 это какая-то бессмыслица кажется я запутался начну сначала давным-давно еще тимми прятать обувь и играть в прятки поле поле однажды фермер которому надоел проделки тимми капкан капкан мне надо угадать историю крал кукурузу поле даже фермера ттт разместил пугало только это было не обычная пугало особая он говорил что она способна отпугивать непутевых детей прошла прошла неделя и проделки наконец прекратились початки больше никто не крал на тимми щас в наши дни это особая пугало все еще стоит на старом заброшенном поле говорят что те кто подойдет поближе и присмотрится увидят что это не пугало а рыжий тимми а какая ужасная история люси где-то услышал эту историю и неплохо люси неплохо но теперь моя мой черед а вы слышали когда-нибудь настоящую историю леса уверен всех подробностей вы не знаете а ты знаешь о поверь у меня есть свои способы узнать мне сказали что когда чудовище забирает людей они утаскивают их в лес во тьму а потом мучают неделями они разрывают людей на части по кускам сначала они съедают глаза потом ногти потом пальцы на ногах пальцы да и на руках тоже один за одним и наконец принимается за свои да самое вкусное мозги и рыжик тише тише а я рыжик ты же знаешь что кричать запрещено иди домой сейчас же эх вечно он переходит границы а где синька клуб клуб синька а где я синька блять не подвезли них и синьки ну вот теперь синька плачет не так давно его дядя пропал в лесу рыжий как обычно слишком много говорит видим конец главы но я подрежу первую беготню люси 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 солнышко ты меня слышишь а да прости я задумалась давай попробуем еще разок последнюю часть хорошо да я послушаю последнюю песню что мы разучили вы получили ноту это видимо 2 это после каждой этой у тебя чудесный голос люси мам почему никто никогда не поет как ты знаешь люси твоя мама редко поет на публике но мне кажется ты можешь не стесняться и петь рыжика сегодня прогнали с праздника поскольку его немного занесло как обычно я знаю что кричать запрещено об этом есть много историй но деревня выглядит такой мрачный разве не было бы лучше если бы все пели вместе с нами это сложно объяснить знаешь иногда страх может отнять у тебя голос но если хочешь есть очень много но если хочешь есть очень много песен которые я могу с тобой выучить конечно мне так нравится петь вместе с тобой ух ты уж так поздно чего я должна была сегодня вернуть корзину оливии продолжим завтра ладно а завтра нельзя корзину дать можешь последить за супом пока меня не будет смотри чтобы не выкипел спасибо солнышко скажи папе когда он вернется из подвала что я пошла к оливии до встречи пухаешь там ну все я закончил пахнет вкусно алюсе это одна где мама она пошла к оливии вернуть корзинку что такое время но там же там как давно это было люсе а я я не знаю думаю довольно давно неужели уже стемнело пап папа а Субтитры создавал DimaTorzok Той ночью Элоиза не вернулась домой Вот это вот мальца из пальца была высосана, получена нота Я в том плане, что нахуя она пошла в темноте Глава 3, да Отдавать корзинку, если она могла бы сделать это на следующий день Типа окей, даже если пообещала На следующий день пришла и сказала, ну типа так и так Мам Искать Мама Где ты? И искать Попросить помощи Где мама? Ой, туда иди Посмотреть Спросить Где мама? Посмотреть Посмотреть поближе Мама Потянуться Опять кошмар Опять кошмар Да И опять кошмар Что? Что это? Песня? А вон рогатка опять Висит на стене Ох Может быть просто игра моего воображения О, привет Косик Кажется хоть Ты хорошо спал Я Никак не могу поверить в это Мама пропала И я думаю, что В этом отчасти И я виновата Если бы я вовремя Сообразил, что уже так поздно Косик У меня столько вопросов Люди пропадают совершенно бесследно Как такое вообще может быть? Они по-прежнему живы Где-то там В лесу А чудище, которое я видел Этой ночью Почему оно не забрало меня? Правда в том, что Я ничего не знаю Но может быть Что-то знает кто-нибудь В деревне Короче Давай На этом На сегодня заканчивать Продолжим в следующей серии На этом на сегодня все Плейлист игры будет в описании Подписывайся на канал И на паблик в ВК Делись видео Своими друзьями Ставь лайк И оставляй комментарий До следующей серии Друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok